Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин, и сегодня... Да что такое-то? И сегодня давайте постараемся разобраться, почему Дональд Трамп будет угрозой для России. Ну или нам будут внушать, что это угроза для России, хотя до этого говорили, что он наш друг. Давайте не будем томиться в ожиданиях и перейдем сразу к делу. Свет! Свет! Волк! Врова! Камера! Мотор! Ох уж этот Дональд, ох уж этот Трамп, ох уж этот Дональд Трамп, пьем за Америку, бэтч. Так, встать, 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 встать. Давайте все-таки серьезно подойдем к этому вопросу. Я, конечно, понимаю, я на Ютубе, и здесь 95% это кривляния, но все-таки постараюсь заинтересовать нормальным говором. И с серьезным выражением лица. Так почему же все-таки Дональд Трамп это опасность для России? Почему Дональд Трамп против России? Да ни хера он не против России. Он просто будет ставить интересы США на первое место, как он сам и сказал. Но наши СМИ теперь будут раздувать из-за этого проблему. Потому что сначала они раздували, что он наш друг. Потом они начали раздувать, что, возможно, он не наш друг и лукавил. А вот пройдет год, и они скажут, что он нас предал, потому что так легче всего, да? Если он был другом, он нас предал, значит, он вообще ужасный человек. И все неудачи страны будут сливаться на него. Как-то так. Как-то так. Кто этот человек? Откуда он родом? Сколько ему лет? Почему он так классно танцует? Я Данил Рыжкин, мне 26 лет. И да, я отлично танцую, потому что я чувствую ритм, как черные ребята из Америки, в которой сейчас президент Дональд Трамп, да. И выпуск сегодня закончен, и я все-таки вам настоятельно советую досмотреть его до конца. Потому что сейчас я как раз хочу рассказать, почему я все-таки решил его сделать. А сделать я его решил, потому что, как только Трампа выбрали в президента США, буквально на следующий день я сижу на кухне, пью кофе, курю сигарету, и вижу передачу на одном из центральных каналов. Такая, ну знаете, передача в стиле Малахова как раз, в стиле НТВшников, где студия, все якобы разбираются в политике, хотя нихера в ней не разбираются, потому что это всего лишь игры в песочнице. И тут начинается то, что, ой, в Америке оказывается беспорядки. Давайте свяжемся с девочкой, которая сейчас там проживает. Девочка, там беспорядки? Да, там беспорядки. О, Господи, там беспорядки. Но ведь это нормально, да, если люди недовольны, они, естественно, выходят и высказывают свое мнение, свое недовольство. Это у нас все это запрещено, потому что наш батик-то он просто бог, и как можно с ним спорить, и, да, была болотная, но любого, кто туда выходил, сразу в подручки и по этапу. И поэтому сейчас вот телевизионщики такими передачами будут показывать, что оказывается высказывать свое мнение, это нехорошо, ведь мы же так не делаем, а они так делают, значит, он вообще там дьявол какой-то. И сейчас это все подготовка к тому, о чем я сказал раньше. К тому, что в любой момент, когда нам будет выгодно, мы щелкнем пальцем, наше правительство щелкнет пальцем, наши СМИ сразу подготовят материалы и выпустят в эфир очередную передачу, где уже напрямую скажут, что Дональд Трамп против России, что именно он виноват в том, что бабушки получают маленькую пенсию, что образование становится платным, что в медицине тоже все ужасно, и чтобы пройти обычное обследование, тебе нужно вставать в очередь на 3-4-5 месяцев или даже на полтора года. И во всем этом виноват Дональд Трамп. А еще скажут, что он ариец, и потом и Гитлера, потому что он высокий, и светлые волосы, и весь такой жесткий в высказываниях. Вот такая вот глупость. И поэтому я снимаю этот выпуск с надеждой, что меня послушают и посмотрят люди, которые какого-то хера параллельно с обычным телевидением смотрят на YouTube, и поймут, что не нужно так верить зомбоящику, не нужно верить СМИ, и что нужно все анализировать. Что не нужно быть нормальным, нужно быть рациональным. Ну а с вами был Данил Арышкин, самый рациональный бородач на всем YouTube и во всем интернете. Всем спасибо. Всем дизлайк. Думали это все? Ни-ху-я. Правильно. Ведь я не могу просто так закончить выпуск, в котором у меня появлялся Андрей Малаков. Просто, знаете, я тут посмотрел его передачу, пусть говорят, где был Джан Луковаки, этот танцующий миллионер, который стал знаменит этим летом благодаря своему инстаграму. И, в принципе, это обычная передача, где они пригласили этого итальянца, начали расспрашивать про его жизнь. Но вот один момент меня все-таки напряг, и поэтому я вот сделал эту вставочку. У него спросили, а вам не кажется ли, что вот вам 50 лет, ну ему 49, вот вам 50 лет, и вы такой безответственный весь. И вот так вот завистливо все на него начали так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я вот думаю, господи, ребят, вот вы ходите на эти передачи, чтобы хоть как-то немного поднять свой рейтинг, и любыми якобы каверзными вопросами вы пытаетесь приставать к успешным и на данный момент более знаменитым, чем вы, людям. Естественно, данный миллионер, танцующий итальянец, ответил, что, ну, вообще-то я развлекаюсь, мне так хорошо, ну, что-то там вроде. И молодец, то есть поставил на место всех наших ублюдков от шоу-бизнеса, которые когда-то там сверкали своими лицами на экранах, а теперь ничего из себя не представляю, ходят на такие передачи за гроши, которые им предлагают, и пытаются высказывать свое мнение, хотя оно, ну, как у маленьких детей. Ай, вот как-то так. Такая вот небольшая минутка ненависти к нашему шоу-бизнесу. Как я все скрутил, да? Смитили видение шоу-бизнеса и интернет-звезды, потому что я сам в интернете. Вот, такой вот гений я. Вот как-то так, да. Ну и еще раз, еще раз. С вами был Данил Рыжкин. Подписывайтесь на канал, и если вам понравился данный выпуск, ставьте ему лайк, комментируйте, распространяйте, чтобы все знали, кто я такой, и тоже наслаждались моими видео. Но если вам не понравилось, то никто не мешает вам поставить дизлайк и пойти нахуй отсюда. Ну, и по традиции... Всем спасибо! Всем дизлайк! Всем миллионов!